Сериал «Рассказ служанки» поразил своей футурологической историей. Мы узнаем о том, что на Земле произошло нечто, в результате чего большинство женщин потеряло способность к воспроизводству, к рождению детей. И формируется такое тоталитарное государство на территории нынешних Соединенных Штатов, где женщины, которые способны рожать еще, представляются в качестве служанок в семьи влиятельных командоров и используются для того, чтобы вынашивать их совместных детей. И это такой дикий тоталитаризм, очевидно навеянный мыслями о том, на Ближнем Востоке, о притеснении прав женщин и так далее. И очень удивительно, как создатели сериала в последующих сезонах начинают играть с нашим когнитивным искажением, которое называется «Черно-белое мышление». Потому что сначала нам все предельно понятно. Там есть сатрапы, сукины дети, которые насилуют женщин, есть несчастные женщины, которые все это терпят. И вот как бы все предельно понятно. Но дальше развитие сериала абсолютно безумное, отвратительное, ужасное. Худшее продолжение успешного сезона. Но авторы постоянно играют с этим «Черно-белым мышлением». То есть дальше она покидает границы Глада, выезжают, где-то крадет детей, возвращает их этих каких-то детей и так далее. Но самое главное то, что мы в какой-то момент не понимаем вообще, как к ней относиться. Потому что она настолько начинает... Мы понимаем ее как жертву, и мы ей как жертве сочувствуем. При этом ведет она себя как насильник. И как насильнику мы ей не можем сочувствовать. И вот этот разрыв, который создается, это как раз разрыв шаблона черно-белого мышления. То есть ты прямо когда смотришь, ты думаешь, ну вот сейчас перед тобой кто? Там в последнем сезоне гениальные были сцены, где они меняются местами, по сути дела, с ее бывшей хозяйкой. И, значит, бывшая хозяйка умудряется забеременеть, рожает и так далее. И какие-то моменты сострадания, которые проявляет к ней главная героиня, вот просто вмиг сменяются просто готовностью нанести, не просто убить или уничтожить, или там, я не знаю, да, а нанести максимально возможное страдание. И вот эти переходы, которые там совершаются, это, конечно, невероятно интересно, хотя смотреть невозможно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова